В Подмосковье прошел международный военно-технический форум «Армия», где состоялось сразу несколько любопытных автопремьер. В их числе концепт гражданской версии бронированного автомобиля «Стрела». Внедорожник, созданный специально для выставки, разработан по заказу военно-технической компании Конструкторским бюро молодежи МГТУ имени Баумана. Единственное, что здесь мы переработали немножко раму, саму рамную конструкцию под именно этот внедорожник. Дизайн мы тоже нарисовали и изготовили панели самостоятельно. Рассчитали, спроектировали силовые бампера. То есть все вот это, что внешний вид, это чисто наша разработка Конструкторского бюро молодежи. Если внешний вид — это собственная разработка Бауманцев, то компонентная база заимствована у «Газели Некст». Концепт оснащен китайским дизелем Cummins ISF, газовской шестиступенчатой механикой и жестко подключаемым полным приводом. Грузоподъёмность машины — 900 кг, а глубина преодолеваемого брода — метр. В дальнейшем, если работа над проектом продолжится, стрела примерит агрегаты новой «Газели НН». У неё может появиться автоматическая трансмиссия и третий ряд сидений. Но случится это не раньше, чем через два года. Помимо стрелы, бауманцы также показали уже известный второй прототип «Родстера Крым» в специсполнении для военной автоинспекции. Таким образом, они хотели продемонстрировать, что их молодёжная двухдверка может использоваться в разных целях. Кстати, сейчас конструкторское бюро трудится над третьим прототипом Крыма. VMI, то есть код изготовителя, уже получен. Впереди — оформление одобрения типа на партию из 150 машин. На третьем прототипе применена совершенно другая конструкция несущей системы. Мы её переработали, пересмотрели, пересчитали. Она будет отличаться другим дизайном, который мы запатентовали. Она будет отличаться эргономикой, то есть сам салон будет шире и просторнее во всех отношениях. И, соответственно, мы полностью спроектировали третий прототип с технологией цифрового двойника. Третий прототип Крыма покажут уже в этом году. После дорожных тестов планируется выпустить пилотную партию из 150 машин. Но купить их, скорее всего, не получится. Большая часть автомобилей забронирована партнёрами проекта. Да и стоить они будут куда дороже заявленных 750 тысяч рублей. Ведь низкая стоимость возможна только при больших тиражах от тысяч единиц. А говорить о таких масштабах рано. Продолжение следует...